Хай всем и добро пожаловать в Wizard of Legend, прохождение Варлока. Мы попробуем пройти этот рогалик или хотя бы поиграть в него. Мне понравился внешний вид этой штуки, мне понравилось как он выглядит на видосах, которые я видел у других контент-криэйторов на ютубе. В общем, что это такое? Это рогалик, который больше всего похож на смесь Dead Cells и Айзека. Ну, так вот, на первый взгляд, что мне показалось. Очень быстрое движение, очень быстрая боевка. Насколько я понял, довольно мало контента. Поэтому, скорее всего, это будет короткая серия, может быть 10 выпусков, 15, может быть 5, я без понятия, если честно. Но учитывая, как плохо я играю в видеоигры, несмотря на то, что это частично моя работа, я может занять больше времени, чем ожидается. Смысл рогалика в том, что мы волшебник, который ходит по испытаниям и пытается, ну, как обычно, пройти подземелье. А в данном случае это подземелье Хаоса, мы его увидим чуть позже. Сейчас я коротко объясню, что здесь происходит. Я прошел обучение, так что этим вас мучать не буду. У нас есть возможность двигаться, как видите, у нас есть дашь, дашь или рывок, как хотите его называйте. Стандартная атака, которую можно выбирать и потом поменять. И супер атака, которая кнопкой B на джойстике активируется. Супер атака заряжается метром, который под шкалой здоровья. Он метр повышается, когда мы наносим удары, и можно вооружать разные атаки наподобие огненных драконов, которые я сейчас использую. Все. Все очень просто, все очень легко. Это все, что я пока что знаю. Я еще не начинал ни один забег, я просто прошел туториал. Как в любом рогалике у нас имеются шмотки. Я так понимаю, что вот это главная база, где мы будем все шмотки открывать, смотреть. Я думаю, что вот эти карты это обилки, которые мы можем использовать. А это, наверное, пассивные реликвии. Они открываются за кристаллы. Это типа как ганджини валюта, которая открывает все. Давайте откроем шоковую осаду. Мы ее открыли, но у меня ее почему-то нет. Наверное, она нам теперь может выпасть в забегах. И я не знаю, давайте на имеющиеся 100 долларов откроем пару реликвий. Этот чувак говорит, что он торговец реликвиями. Это все классно. Вот здесь начинается забег. И приступим сразу к нему. Я не буду менять стартовую загрузку персонажа, стартовый набор предметов. Пойдем со базовым набором. И мы в темном подземелье. Окей. В общем, бой выглядит примерно вот так. Бой динамичный, быстрый. Я буду в него играть плохо, потому что это я. Что, какие у нас задачи на первый забег. Пройти как можно дальше. Изучить, как проходят сами бои. Как выглядят комнаты. Окей. Да вы, я вижу. Ребята, не промах. Насколько я понял, есть еще система комбо. Когда мы много ударов по противникам подряд наносим. Ну, если только мы не в стену их наносим. То урон постепенно повышается. Так. Я смотрю сейчас на карту. И вижу, как она открывается. Уууу. Пацаны, пацаны, пацаны. Тихо, 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 тихо. Пока что не очень хорошо получается набирать комбо шкалу. Но, наверное, потому что я не все подряд использую. У нас есть сейчас три навыка. И надо все их использовать. Не надо ждать. Так. Это магазин. Судя по всему, стандартный. Что нам дают реликвии базовые? Это можно прочитать вот здесь. Так. У нас есть какой-то амулет. И у нас ни на что золота не хватает. Так что я даже время не буду тратить на то, чтобы рассматривать. Здесь все штуки. Мы их рассмотрим, как только у нас будет золото, чтобы их купить. Экспериментальным путем мы выяснили, что падение в лаву наносит урон. Что не очень удивительно. Окей. Я вижу там бочки с порохом. Либо с другим взрывающимся веществом. Которые, наверное, вызовут проблемы, если взорвутся рядом со мной. А этот волшебник стреляет такими же огненными шарами, как и я. Какой гад. Я видел, как в эту игру играют другие стримеры и ютуберы. Они играют очень хорошо. Я играю очень плохо. Но зато у меня есть свой собственный шарм. Который заключается в том, что я никогда не сдаюсь. Наверное. Пока что ни разу не издавался, но все еще впереди. Я скажу, что получается вроде как плохо. Я не совсем понимаю боевку и в какой последовательности надо что делать. Но я точно знаю, что это был суперудар, который сработал. Суперударом может быть не любой навык, как суперударом работает. Сейчас суперударом работает большой фаербол, который у нас на кнопке B. А этот чувак, у него, я так понимаю, огненный щит. И у него иммунитет к огню? Либо не иммунитет, но устойчивость к огню. Окей, понятно. Ему, наверное, дополнительный урон будет наноситься какой-нибудь водой, которой у нас нет. У нас уже меньше половины здоровья, что нормально для первого забега. Ничего против не имею. Я играю на джойстике. И... Я не очень привычен к джойстикам. Единственная другая игра, в которой я играю на джойстике, это Dead Cells. И там у меня тоже плохо получается. Поэтому будут проблемы, но я готов их переждать. Готов привыкнуть. Слизняки. По-моему, самые слабые противники, которых мы пока что видели с другой стороны. Они меня только что ударили. Я замечаю, что из врагов дропаются монетки. Это раз показатель. Уже полезная информация. Потом я только что заметил, что когда проходит кулдаун какого-нибудь нашего скилла, он появляется у нас над головой. Это замечательно. Что не замечательно, это пропускать такие дурацкие удары. Я еще не знаю, что искать на этажах. Кто ты? Савил. Вовремя я... Только что получила классные нитки. Так что я могу усилить твой... Эффективность твоего плаща. Это будет 100 золота стоит. Окей. Я забыла сказать, что процесс подбора вещей... Подгонки вещей может вызвать дискомфорт. Окей, давай. О, дискомфорт это минус 100 здоровья. Вот это мне уже не нравится. Мы умрем. Так, где тут... Это наш инвентарь. Здесь можно посмотреть, чего делают все скиллы. Оно все на английском пока, что перевода для этой игры нету. Но я буду переводить там где-то важное. Я думаю, что так базовые скиллы сами себя объясняют. И особо переводить ничего не нужно. Удары, фаерболы, огненные драконы. У нас осталось 34 здоровья. По-моему, в магазине продавалось зелье лечения. Чем мы и займемся. Как только наберем 100 золота. Это магазин, в котором продаются скиллы. У нас есть еще два пустых слота под скиллы. Которые я бы с радостью заполнил. К сожалению. Хрен мне. Хрен на руль. Потому что... У меня нет денег. Я бомж. Наверное, для того, чтобы получить деньги, надо разбивать судочки. Базочки. Спасибо. Как посмотреть на карту? Как мне сделать карту большую? Никак. Только мини-карту. Скорее всего, можно как-то сделать карту большую. Может, как клавиша М? М, точно. М. А нам еще можно вниз пойти и наверх. Я не знаю, стоит ли здесь, как в большинстве рогаликов, исследовать этажи полностью. Или есть смысл, например, искать босса как можно скорее. Я не уверен, что если я найду босса, я его смогу завалить. Может быть, если получим зелье лечения. Если не получим, тогда... Ну, чё. Не всегда же побеждать. К тому же, это первый забег. Я немножко себе сделаю скидку на это. И не буду париться по этому поводу. Наверное, здесь где-то комната с боссом будет находиться. Так, я замечаю, что враги оглушаются от наших ударов. Ау. А, и враги оглушаются, но не полностью. И довольно быстро приходят в себя и нас убивают. Но, окей. Это первая попытка. Просто тренировочная. Можем ли мы что-нибудь поменять? Вот здесь есть чувак Томи, который заведует скиллами. Мы открыли какой-то скилл. Я хочу его поменять. О, у нас теперь шок-ассаулт. Летите молнией и нанесите врагам урон электричеством. Замечательно. Это мы возьмем вместо драконов. И здесь мы тоже можем поменять. О, о, о. О, хо, 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 хо. О, смотри. Мы можем взять шок-ассаулт вместо большого фаербола. Знаешь, что мне это больше нравится. Давай мне стандартный поменяем. О, даже так. Поменяем стандартный на ледяные какие-то штуки. Отражающиеся сосульки. Призовите группу сосулек, которые каскадом сваливаются на наших врагов. А потом возвращаются к вам. Мне это нравится. А вот здесь мы возьмем эту новую молнию, которую только что открыли. Так, чего у нас теперь? О, сосульки. И молния. Это умни слэш. Окей. А что, если умни слэш усилить? Тогда это супер умни слэш. Ничего против не имею. Я за умни слэш. И у нас есть 11... 11 кристаллов. Знаешь что, открой мне ботинки. Вы можете их экипировать? Я могу их экипировать? Простите. Мими, здравствуй. Я могу вас их экипировать? Я могу экипировать. Я могу один предмет экипировать или много? Один. Тесла. Тесла-катушка. Добавляет шанс нанести врагам шок. Окей. Взяли Тесла-катушку. Я как понимаю, что мы со старта можем взять с собой один пассивный предмет. Понял. Все ясно. Никаких проблем. Стартовые реликвии выбираем перед тем, как идти на сбег. Это можно делать, можно не делать. Например, если мы хотим игру сложнее сделать. Я так понимаю, что мы можем не брать. От никаких Тесл. Мне нравятся эти сосульки. И мне нравится электричество. С сосульками надо быть аккуратнее, потому что они врагов двигают в нашу сторону. Кстати, эта локация мне намного больше нравится, чем Туланское место, где мы были в начале. Денег нет, но есть сундуки, в которых ничего нет. Не сундуки, точнее, а бочки. Прошу прощения. Как действует генерация уровня, я тоже пока не разобрался. Что я точно понял, что... Вау. Окей. Знаете что? Тесла делает нас бессмертными. Поэтому мы можем вообще сейчас с врагами не драться. Мы можем только кидать в них сосульки и бить... Не Теслой, а точнее, а... Ха-ха-ха-ха. Бить их молнией. И тогда они нам ничего не сделают. Правильно? Правильно. Рейндж билд. Мы таким макаром никогда не настакаем на суперудар. Нужен он нам, ваш суперудар? Или мы и так в порядке себя чувствуем? Плохо после двух первых комнат терять половину здоровья. Вот это я вам сто процентов говорю. Это, я думаю, босс. Знаешь что? Погнали на босса. Я не знаю... Оу. Во-первых, на него никуда идти не надо. Он уже здесь ждет нас. Ага, я понял. Молнией надо в него попасть. И это очень плохо. Вау. Я так плохо играю в эту игру. Ладно. Мы посмотрели босса. Мне надо менять стартовый предмет. Не надо. Точнее, мне надо заново выбирать стартовый предмет. Я пойду с тем же билдом. По-моему, там проблема была далеко не в билде, а во мне. Начинаем еще раз. Я прошу прощения за такой плохой перформанс с моей стороны, но... Поднадобится время для того, чтобы понять, как действует игра. И как в нее, собственно... Какие действия мне надо проводить для того, чтобы не получать дамаг. Пока что я понимаю, что когда на противниках нарисованы... Когда от противников идут красные лазеры, это, наверное, значит, что надо избегать этих красных лазеров. Но, во-первых, не все противники используют красные лазеры. Так что... Ау, 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 да. Вот эти противники не используют красные лазеры. Они вместо этого используют... Веселые... Фиолетовые шарики. Но я точно могу сказать, что билд с... Электричеством мне пока что подходит. По визуальным эффектам хотя бы. Эффективность какая-то так себе. Я даже не смотрю, что в магазинах, потому что у нас нет денег. Мне не нравятся сосульки пока что. Потому что они противников к нам притягивают. Я не уверен, что всегда хочу видеть противников рядом с нами. Ты кто? Я изучаю эффекты арканы. Если вы можете нам пожертвовать аркану для поисков. Я знаю, что это персонаж, которого мы не видели. Арканы это так называются наши скиллы, которые мы используем. Базовая атака, сосульки, молния. Это называется все арканы. Я не думаю, что мы сейчас можем пожертвовать аркану этому чуваку, что бы он нам не давал. Иначе мы останемся тупо без скиллов. Как и с омни слэшем в доте, я так понимаю, что молния максимально эффективно действует на отдельного врага. Я пытался тебя ударить сосульками, ты отказался. Я знаю, что тебе скажу по этому поводу. Что у меня для тебя есть молния. Вау. Мега выстрел молнией провалился. И у нас яд. Какая красота. Наверное, это очень плохая идея, получать дамаг в начале каждой комнаты. Ооо, не-не-не. Стоп, стоп, стоп. Мы получили какой-то новый скилл, который я пока не знаю, что делает. И не узнаю. А, вот он что делает. Так. Читаем. Новый скилл, новый скилл, новый скилл. Разрывающая цепь. Кидайтесь вперед. И наносите много-много воздушных ударов. Ага. Понял. Мы нашли босса, пацаны. Я снова на него пошел с понтами. И мы сразу умерли. Ха-ха. А-а-а. Дубль 10. Взять стартовую реликвию. Подожди. Подожди. Пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш. Пш-пш-пш-пш-пш. Возьми защитную стартовую реликвию. Вот. Какая идея. Ботинки. Чего делают? Увеличивают дистанцию, на которую работает рывок. Замечательно. Давайте для эксперимента поменяем базовую атаку. Мы не можем поменять. Рывок не можем. Можем поменять сосульки, которые мне не нравятся. И можем поменять... Молния мне подходит. Мне очень нравится молния. Ее можно даже специально использовать как бессмертие. Шесть кристаллов хаоса недостаточно для того, чтобы что-то купить. И десятая попытка пройти первый этаж. Я знаю, что это медленно. Я все это понимаю прекрасно. Но это часть обучения рогалику. Я никогда в ней не умел хорошо играть. Оу-оу-оу. Окей, мне это намного больше нравится. Сначала заморозить противников сосульками. После этого нанести удар молнией. И у нас сейчас супер заряженная молния. Фига налупит. Йоу. Мне нравится наш билд. Очень нравится. Эй, я уверен, что я в тебя первой молнией попал, чем ты в меня. Первее, точнее. Так что, я протестую. На карте есть тупики. На карте есть магазин. Наверное... Ууу, ты кто такой? Мокс. Неудачливый. Выбирай. Внимательно. Эти реликвии имеют цену. Острый стилус. Какие-то еще ботинки. И алхимический камень. Мне нравится алхимический камень. Он проклятый, да? Да, проклятый. Все кристаллы хаоса превращаются в золото. Ну, мне нравится. Потому что мы, конечно, хотим новые вещи открывать. Но еще хотим больше пройти как можно дальше. По-моему, вот сейчас это у нас основная задача. А не открывать новые шмотки. Но эти противники одни из самых простых. Так, по моему так скромному мнению. Очень хорошо телеграфируемые атаки. Легко уклоняться. Мы пока что делаем больше успеха, чем в предыдущих первых забегах. Пока что все нормально. У нас 405 здоровья. Я счастлив. И мне кажется, реликвии как раз, которые подходят под стиль игры, который у меня сейчас. Ну, либо частично подходит. Стиль игры заключается в том, чтобы убегать и использовать молнию. Пока мы убегаем, мы можем заморозить всех. Превратив их в лед сосульками. Надо научиться следить за кулдаунами. Вот чего у меня сейчас не хватает еще. Я плохо слежу за кулдаунами. И из-за этого возникают проблемы. Я пытаюсь ударить их льдом. Здравствуйте. А, это комната босса. И от нее можно портануться в важные комнаты на этаже. Я из этого делаю вывод, что на этаже всегда три важных комнаты. Магазин. 125 золота. Неужели у нас наконец-то хватает на шмотки? Господи, за что мне такое счастье? Так. Давай мне вот это, чтобы это не было, увеличивать защиту. Не поверите. Как раз это мне и нужно. И, наконец-то, мы сейчас убьем босса. Я не буду говорить, что мы прям вот убьем его гарантированно, но я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы это случилось. Я уже вижу его одну атаку. Окей, знаешь что? Я передумал. Я тебя буду убивать просто молнией. Молния, заморозка. Заморозка на него не работает. Зато молния работает шикарно. Атакует. Атакует еще раз. Я просто изучаю пока что, чего он делает. Атака. Вторая. Да? Теперь ближнебойная атака. Он пытается сделать, но у него не получится, конечно. И теперь он оглушен после ближнебойной атаки. Замечательно. Раз. Теперь ближнебойная, на которую мы используем электричество. Он оглушен, и мы его добиваем. Первый босс пройден. С первого раза, прикиньте. Ни разу не умер на нем. А что я постоянно не туда захожу? Скидка. Окей. Скидка в магазинах. Пошли тогда в магазин. Посмотрим, что мы можем купить по скидке. Скидка меньше, чем мне хотелось бы. Но знаешь что? Мы еще не закончили с исследованием этажа. Поэтому погнали. Это что такое? О, окей. У нас еще кое-что есть. Земляной драгон. Ээээ... Драгон. Драгон! Ныряющий дракон. Вызывайте... Призывайте туннельного дракона. Который отталкивает врагов. Надо про него теперь не забывать. А, не-не-не. Туннельный дракон. Толкай их. Чувак, мне нравится наш туннельный дракон. Если вы понимаете, о чем я. А! Не. Получи туннельного дракона. У этого чувака защита от туннельного дракона. Потому что туннельный дракон, я предполагаю, бьет землей. Немного электричества для вас. Позвольте. А, промах. И вот тебе немножко туннельного дракона. И у вас у всех защита от туннельных драконов. Кто вас научил этому? Кроме тебя. У тебя не должно быть защиты от туннельного дракона. Ее у тебя нет. Так, здесь остался один. Не проблема. Вообще не проблема. Но у этого парня иммунитет к отталкиванию. Потому что он очень сильный. Он носит коробку. Понятно. 157 золота. Ууу, скрытый сундук. Главное дожить до него. Новые противники. Мы попробуем еще раз. У нас есть время. Я не буду менять билд. Я буду бегать все с тем же самым, что у нас есть. И знаешь что, откроем вот эту реликвию. Глупо начинать, не взяв стартовую реликвию. Уж нам это точно не нужно. Особенно учитывая мою... Эффективность в данный момент. Призывает холодного духа, который замораживает противников. Классно. Перчатка. Базовая аркана дает дополнительное комбо. И... Флаг перчатка. Позволяет уничтожать... Вражеские выстрелы обычной атакой. Очень нравится. По-моему, вот это будет решать. У нас теперь первым идет ледяной чувак. Странно. И мы попадаем в ледяной мир. А-а-а-а. То есть два... Проходим два этажа, потом будет босс. Все ясно. И мы... И они в случайном порядке выстраиваются. Окей, 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 окей. Опять же, никакой маны нету. Поэтому... Смысла не использовать чего-нибудь. Типа... Не использовать скиллы смысла ноль. Поэтому использую скиллы. Ну, уже лучше. Хотя мы и получили много дамага. То, что каждый раз первый мир меняется, это еще увеличит... Время, которое мне потребуется на то, чтобы расциклиться, что тут происходит. Каждый раз новые противники. Это беда. Я знаю, что сейчас все очень плохо выглядит, но я так чувствую, как будто мы немножко лучше играем. Я уже уворачиваюсь от ударов врага. Ну, в смысле... Перескакиваю, не забываю использовать навыки почти. А вот здесь... Здесь очень все плохо. Они нас замораживают. Вау! Как все плохо. А у этого чувака ледяной скорострельный лук. Он не просто замораживает. Он замораживает несколько раз. Потому что одного раза явно недостаточно. А знаешь что? Забери мои с посульки. С посульки. Да, спасибо. Он забрал сосульки и дал нам... Он что нам дал? Что он нам дал? Получайте скидку на зелья у торговца. А, окей. Ты еще хочешь у нас что-нибудь принять? Нет, он два раза принимать не хочет. Короче, мы ему пожертвовали сосульки, которые все равно на этом этаже бесполезны. Ввиду ледяности всех врагов. Я уворачивался, честно. Мы умрем. Мы умрем в этой комнате. Но у нас есть скидка на лечение. Потому что если мы не умрем в этой комнате, то у нас вообще все будет в порядке. Все будет шикарно. Просто доживи до магазина. Купи себе лечилку. Живи долго и счастливо до конца. Веков. Магазин? Магазин? Это не магазин, только не тот. Надо как-нибудь купить что-нибудь. Здесь золото. Не забывай разбивать ящики. Здесь будет бой. Сто процентов. Очень неприятный бой. В толпе. В толпе взрывающихся бочек. Окей. Знаешь что? Я меняю сосульки. На фейрбол. Все просто и со вкусом. Обычный фейрбол. Фейрбол. Обычный фейрбол. Ничего лишнего. И в этот раз мы пройдем первого босса. И гарантирую, что мы пройдем второго. Ну как гарантирую. Надеюсь. Ставлю 5 баксов. Враги? Враги. Големы? Големы. Чувак, мне нравится простой русский фейрбол. Тупо 50 дамага. Каждый раз, когда я его использую. Вот это мое оружие. А то всякие ледяные штуки, еще что-то. Что нахрен происходит? Окей, знаете что? Идите все нафиг. Гори в аду. Нет, рыцарь. Ты гори в аду. Вы видели эту комнату? Кто ее придумал? Зачем? Главный вопрос. Зачем ее придумали? А, вы поджигающие волшебники. Я понял вас. Реликвия? Я продолжаю нажмать не на ту кнопку. Руками дастся. Увеличивает получаемое золото. Пригодится. Учитывая, что скорее всего... Не скорее всего. 100% мне надо будет купить зелье лечения. Я счастлив, что она у нас есть. Мне нравится музыка. Мне нравится боевка сама по себе. То, что я в нее плохо играю, это не значит, что она мне не нравится. Например, может нравится секс, но не все же хорошо умеют сексом заниматься. Э, э, молнию не туда скастовал. Ау. А-а. Вот как-то так надо делать. Бьешь, бьешь, бьешь их, потом... Бум. Молнией или фаерболом добиваешь. Ну и, наверное, надо не падать в лаву. Воздержусь-ка я. До того момента, как мы сможем намутить себе хилку. Хилку? А, нет, с тобой я не связываюсь. Ты... Здравствуйте. Хм. У меня есть идея. Это будет постоянно случаться. Во всех играх, где есть пропасти, это со мной случается. Я ничего не могу с этим сделать, к сожалению. В какую сторону нам идти? Налево. Ищем магазин. Там покупаем хилку. У нас не хватит денег на хилку. Гарантированно. Очень часто я получаю дамаг из-за того, что... Пытаюсь использовать навык, а навык все еще на кулдауне. Но мне очень нравится наша молния. О, господи, хилка. За что такое счастье? А-а-а, нет. А-а-а, нет. Абсолютно нет. Я не связываюсь с вами. Идите за мной. Куда ты? Куда ты пошел? Я их расстреляю издалека. Мне все равно. Я знаю, что это минус 10 тестостерона. Только за то, что я здесь делаю. Мне все равно. Абсолютно все равно. Я должен жить. Мы должны посмотреть хотя бы второго босса. Магазин. А-а-а. Магазин? Магазин. Магазин, но не тот. Фак. Мы еще не нашли... Не все нашли. Еще один магазин где-то прячется. Наверное, здесь. Ага, это... Я понял. Это огненный рыцарь. Магазин. Тетя, спаси меня. О-о-о. Хилка халявная. Я так не люблю этих рыцарей. Даже не знаю, чем выразить мою нелюбовь к рыцарям. Еще одна халявная хилка. Господи. Лучший день в моей жизни. Так. Хилка стоит 100. Мы ее покупаем. Даже не обсуждается. И у нас остается 98. Это ни на что не хватает. Погнали на босса. Ага. Я понял. Понял, 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 понял. Ты стреляешь, ты стреляешь. Ты босс-волшебник. Знаешь что? Сначала убей прислугу. Это всегда. Это правда про любую игру. Сначала убивай прислужников босса. Потом самого босса. Не-е-е. Он оглушен. Мать-мочим. Теперь он не оглушен. Вот. Когда он оглушен, его надо мочить серьезно очень. Так. Теперь у нас мега-электричество готово. Хух. Вы это видели? Вы видели это? Чувак, по-моему, я стал чемпионом в Wizard of Legend. Я не знаю, но мне кажется, я лучший игрок в Европе. Маленькими шажками на следующий уровень. Задача на этот забег сейчас посмотреть хотя бы финального босса этой части. Огненную там чувиху какую-то. Здравствуйте. И для того, чтобы это сделать, я собираюсь использовать самые мудацкие тактики, которые я знаю. Например, делать вот так. Убегать, пока у меня не перезарядится скилл. Я потом убивать их молнией. И мы были вознаграждены. А, глаза. Я понял. Мне нравится, что после молнии мы возвращаемся на то место, где начали. А-а, арбалетчики. Нет. Я познал Дау. Вы мне теперь не подвластны. Я понял, что мне надо делать. Мне не нужно драться с врагами. Не нужно. Кидай в них магию. В конце концов... Тройные огненные арбалеты. Окей. Я думаю, что нам нужно сменить фаербол. Если будет возможность, его надо убрать. Он бесполезен. Причем, это мягко сказано, бесполезен. И уж тем более, он будет бесполезен на финалке. Ну, не на финалке, а на боссе. В огненном мире. Кого-то взорвало бочкой. Здравствуйте. Я не достал. Я не достал электрической хренью. Помни, что мы можем разбивать выстрелы ближнебойной атакой. Так что, может быть, есть смысл постоянно атаковать. 258. Наконец-то мы можем купить что-нибудь. И хилку. На хилку оставляем по-любому. Зеркальный щит. Карманные часы. Ядовитый гриб. И песочные часы. Фири. Фирнкса. Песочные часы фирнкса. Хм. Я куплю щит, потому что он выглядит как защитная реликвия. Вызывает щит, который отражает один дальнобойный выстрел. Щит восстанавливается со временем. Знаешь что? Я куплю киллку прямо сейчас. Щит восстанавливается со временем. Вы не представляете, как я счастлив видеть такую реликвию. Как раз то, что нужно. Где мой щит? Вот он. Иди в пропасть. Спасибо. Как раз реликвия для нашей реликвии. Теперь я буду все реликвиями называть. Слишком много Слэйзэспайров в последнее время. Этот артефакт как раз подходит для нашего билда. Ну, не для билда, а для того стиля игры. Крисяческого, кемперского, который я сейчас выбрал. Расстреливать всех издалека и вообще не участвовать в ближнем бою. Знаешь что? Я все время туплю с... Вот вам. Мне все равно. Я потрачу 5000 лет, но я вас убью без получения урона. Окей, это тупо. Живем? Да, потому что мы тратим много времени и нам нужен какой-нибудь навык еще. Максфера. Самонаводящийся лед. Ууу, мне нравится как звучит самонаводящийся лед. Но у нас нет денег. У нас почти хватает денег на... То, чтобы заменить базовую атаку на какой-то болт. Не уверен, что я этого хочу. Мы нашли босса прямо сейчас. Можем на него пойти. Мы еще не исследовали этаж до конца. Я не знаю, стоит ли даже его до конца исследовать. Ну, все. Теперь исследовали. Проклятые штуки. Броня жадности. Двойные неприятности. Я не знаю, что дает проклятие. Поэтому возьму проклятую реликвию. Наносите двойной урон, но и получайте двойной урон. Мы умерли. Значит, план такой. Убить босса быстрее, чем он сможет нас хотя бы один раз ударить. Как вам такой план? Пока что идет не очень. Пока что у нас проблемы. С другой стороны, мы... У нас есть скилл, который делает нас бессмертными. Это, соответственно, электричество. Может быть, это нормально, что мы получаем двойной урон? Может, просто если мы не будем получать урон, то это не будет проблемой? Как вы думаете? Есть шанс этого. Пока что, если честно, мы неплохо себя показываем. Просто не надо ничего делать. Делать, ждать кулдауна электричества и убить его электричеством. Или фаерболом, который наносит двойной дамаг. Мы не можем выкидывать реликвии, насколько я понимаю. Ну, поздравляю нас. Коробка клубничного печенья. А, простите, малинового. Хилки падают чаще. Я счастлив. И нам на этом этаже... Мы хотели купить что-нибудь. Да, я хотел купить. Хотя бы за 120... Вот это. И мы заменили базовую атаку. Знаешь что, базовая атака мне никогда наша не нравилась. Попробуем... Электрическую. По идее, сейчас мы идем на первого босса. Ну, я там ставил задачу максимум на этот забег. Посмотреть на первого босса. Мы ее выполнили частично. С первой попытки. Ни разу не умери. Я сам в шоке. Здравствуйте. Огненная императрица Зиол. Ты разогрелся? Хе-хе-хе. Ты такой шутник. Огненная императрица. Ты такой молодец. Это был тот момент, когда ее надо было атаковать. Она втыкала. То есть, она атакует, атакует. Теперь она втыкает. И в этот момент ее нужно мочить. А-а-а-а-а. Огненная императрица. Нет, что ты делаешь? Прекрати. Вы это видели? Так, уклоняемся, уклоняемся. Ждем, пока она завтыкает. Все. Тусуемся. А-а-а. Окей. Ха-ха-ха. 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 Я даже не знаю, что сказать по поводу тех звуков, которые сейчас слышу. Ну, видимо, огненная императрица сразу решила поразвлечься после того, как нас убила. Ну, если ее это вставляет, то ее это вставляет. Я ничего не сделаю. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, нажимайте кнопку лайк внизу. Это будет огромная помощь. Хотите смотреть еще? Конечно, подписывайтесь. И нажимайте на колокольчик. А я благодарю вас за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующий раз. Хм-хм. Ха-ха. Хм-хм. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха.